Ребята, всем чао! Сегодня я встала пораньше, точнее, меня пораньше разбудили, потому что, наконец-то, сегодня я могу выбраться из дома. У нас в городе проходит какой-то праздник очередного какого-то святого, и поэтому все отдыхают, и всё закрыто, в том числе и полицейские. У них тоже сегодня выходной. Вот, а для нас это повод куда-нибудь выбраться и съездить. Вообще, я выгляжу я, конечно... Ну, ладно, сейчас накрасилась нормально, но с утра мне было прям тяжко, потому что у меня в очередной раз случилась бессонница. Вообще было, знаете, очень так много мыслей, что вот прям у меня настолько болела голова, и я не могла уснуть из-за этого. Хотела, знаете, как в Гарри Поттере такую палочку взять и так все эти мысли достать, и в какой-нибудь тазик с водой опустить, чтобы в голове была пустота. Вот. Но, тем не менее, я рада, что могу выбраться, наконец-то. Вообще, мама меня разбудила. А, мы вчера договорились с ней поехать в Болонию. Я там ни разу не была. Болония находится где-то в часе езды, может быть, даже чуть меньше на поезде. Вот. И сегодня мама у меня будет и говорит, слушай, а может быть, мы съездим в Милан? В Милане сегодня теплее, чем в Болонию. Блин, у меня там гладильная доска сзади. Вот. И я что-то так подумала. Сначала Милан. Я была там уже два раза. Вот. Но говорю, ладно, хорошо, поехали в Милан. Классно. Туда ехать дольше, два часа. Там можно много всего, конечно же, наснимать. Потом, пока я пыталась очухаться, сидела, завтракала. Начала смотреть поезда, расписание поездов до Милана. И в итоге оказалось, что поезд, который подходит без пересадок, он идет в 9.42, ну, то есть это, да, по-моему, в 9.40. Короче, в общем, идет поздно, и мы бы туда приехали тоже поздно. А смысл, вот. Поэтому я говорю, ладно, давай Милан оставим на потом. В конце концов, мы там были и поедем в Болонию. Вот, Болонию я очень давно хотела, и я думаю, мне там понравится. Это город студентов, город Болоньезе. Ну, опять-таки, у нас, как всегда, один день. Не знаю, что мы успеем за этот день, но в целом, я думаю, ознакомиться немножко с городом хватит. И надеюсь, у меня хватит сегодня сил вообще совершить эту прогулку, потому что ужасно не выспалась. Ну, выпила таблетку от головной боли. Не знаю, надеюсь, сейчас поможет. А вообще, я такой человек, знаете, который когда чем-то загорается, все. Я не могу есть, не могу спать, я постоянно об этом думаю. Вот сейчас, например, это YouTube-канал. То есть, у меня настолько горит, что я просто не могу спать. Мне хочется быстрее, быстрее что-то, что-то, что-то. Но я не могу делать это быстрее, как минимум, потому что даже из дома не могу выходить и снимать ничего не могу. Вот. Хотя тоже все, вот маски можно и дома найти, что поснимать. Ну, в общем, вот. Приятного просмотра. Идем на вокзал. Идти минут десять нам. На улице семь градусов. Сейчас. Обещают вроде как приложение, что будет двенадцать в баллоне. Ну, так, в целом, мне вот не холодно. Шапку молодец, что надела. Я сегодня леди ин блэк. Уна рогатса и неро. Вот это вот та самая квест-тура, куда мы ходим делать документы, и по будням здесь просто нереальные очереди людей. И сейчас нет никого. На улице такая осень-осень, да? Такое чувство, что здесь вообще, ну, редко дороги чистят. Действительно. Действительно редко чистят? Ну, да. Вот такой смысл. Это вот райончик ЖД вокзала. Обычно тут вообще африканцы стоят, вот просто толпы их. И запахи такие, знаете, тут... Ну, такие... Короче, Марии Ивановной пахнет очень сильно. If you know what I mean. Так, а вот мы пришли на вокзал. Вообще шли минут десять, наверное. Очень-очень недалеко. Главное дуо надо. Конферма. Да, думайте. Конферма. Так, 13.60. 13.60? Ну? Так, а, вот второй. Тут вот пишут, видишь? Дуэ, дидуэ. А ура два из дво. Сначала один. Я не знаю. Шесть, восемь, шесть. Вот в сторону билет стоит. Короче, есть еще вот такие штучки, только я не очень понимаю, как они пользовались. Но здесь на билеты билет так совывается и ставится штамп по времени. Как, знаете, раньше в советских автобусах, мол, билет пробит. Но это не на все билеты нужно ставить. Не понимаю, о чем прикол. Ой, вот здесь я хочу сфоткаться, кстати. Винтажные вот эти вот фоточки сделать за 2 евро. Винтажные вот эти вот фоточки. Снимать. Так, приехали в Болонию. Ура! В гостинице мы с тобой здесь как-то ночевали. Там что-то покупали. Да, я помню, да, здесь покупали. Ха-ха, прикольно. Лимончеллу, мне кажется, мы здесь покупали с собой. И в чемодан ее потом запихивали. Мама сказала, что смешно такие стаканы с такими блюдцами. Действительно, так-то. Ну вот, Италия. Такой вот сервис, такой вот... Как это называется? Сервировка такая вот мощная. Так, и что? Вот это ворота. Был вход в город. Да. Угу. Видно плохо, конечно. Грязно тут. Все вот эти товарищи заседают. Посмотрите, какие лужки у этих статуи. Это значит... Ну, конечно, вот тоже такая красота, да? И мусор. Вот Европа. С той стороны лучи. Смотри, хорошо видно, как лучи. Да, лучи. Лужка, 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 копыта. Так тут это, видимо, какие-то средневековые, да, строения, стены. А, остатки крепостной стены. Грязно, конечно, здесь ужасно просто. Так, ребят, ну вот вам Италия беспрекрас. Пожалуйста. Тут все... Тут все такое не очень. О, это ярмарка какая-то. А, это новогодние ярмарки уже. Какие-то они не новогодние, а индийские. Ну, да, всякие приезжают. Все надо, 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 надо плыть. Прикольно. Только он такой маленький. Да, у них маленькие каточки. Ну, а где у них? Семьи-то нет. Ну, да. Ну, тут как для детей. Лягушатничек. Причем, кстати, тоже делают. Ой, первое впечатление какое-то... Ну, я понимаю, что это, конечно, район ЖД вокзала, но как-то неприятно. Доскливо. Не доскливо, а, ну, как-то грязно. И вот эти вот чуваки все... На севере Трентина. Генуя вообще лучший город на земле. Наполе красивее. Наполе. Они очень похожи. Смотри, матрешки. Русский магазин, что ли? Русский магазин. Мама, я такую игрушку не видела вообще. Тысячу лет просто. А трешку, что ли? Ну, вот именно такую. А, нет. Неваляшка. Это неваляшка. А даже на русском написано. Неваляшка. Интересно. Прикольно. А, Руссия и Украина. А, Руссия и Украина. А, Руссия и Украина. А, Руссия и Украина. Здесь хотя бы, знаешь, чувствуется, что город такой большой, хоть и 300 тысяч, 300-400 тысяч населения, но уже как бы такая атмосфера другая. А, Руссия и Украина. А, Руссия и Украина. А, Руссия и Украина. Руссия и Украина. Боже, какие красивые. О, пойдём в Кьезу. Здесь. А, Руссия и Украина. Здесь. А, Руссия. Руссия и Украина. Где они J 워в и Пути? Где они? А, Руссия и украина. nationalируса пропагosphатов. А, Руссия и усилия деньги с лишним. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...